мы продолжаем учиться создавать локации с помощью unity используя всевозможные дополнительные инструменты которые позволяют делать это быстрее аккуратнее эффективнее и следующий объект это префабы сначала мы создадим префаб а потом поймем что это такое узнаем как можно префабы использовать а также научимся рифа бы редактировать и так как создать префаб очень просто допустим вот мы сделали такую замечательную модель вот я ее сейчас выделю сконфигурировали кубики напомню что для того чтобы все это было в одном объекте чтобы мы могли это двигать в данном случае я все выделила и могу перемещать но в иерархии у нас три независимых объекта давайте я их соберу вместе создаем пустой объект давайте назовем этот пустой объект модель и все три наших вот этих кубика выделяем напоминаю можно выделить первый потом зажать клавишу shift выделить последний все они вместе подряд взялись и затаскиваем на вот этот объект пустой объект модель и вот они все вместе у нас в одном объекте вот проверяем все работает и так допустим я хочу чтобы у меня таких моделей было много для того чтобы было еще потом интереснее нам работать давайте я возьму использую несколько материалов вот у меня как раз есть да и вот эти вот три кубика я раскрашу то есть допустим я сделаю вот этот синий этот зеленый и этот красный вот разноцветные будет такой вот элемент и сейчас я хочу их размножить ну понятно что вы уже знаете что можно дублировать то есть мы берем например правой кнопкой зажимаем дубликой и вот у нас уже вторая такая моделька это нормально так тоже можно делать некоторых случаях так делают но если мы точно знаем что мы будем неоднократно использовать этот объект для как различных целей и захотим что-то еще с ним делать я сейчас отменю это дублирование то лучше создать prefab и так для того чтобы создать prefab в принципе ничего особенного делать не надо нужно всего лишь любой объект как из которого мы хотим сделать prefab затащить вот сюда в окно project но прежде чем мы это сделаем нужно навести порядок в системе папок и лучше всего возможно когда вы работали с asset store вы обратили внимание создать специальную папку которую так и назвать prefabs надеюсь помните как создается папка мы нажимаем правую кнопочку мыши create folder это для начинающих я повторяю и теперь мы заходим в папку prefabs и сюда затаскиваем модель смотрите что с ней стало у нее появилась такая вот синяя иконочка это значит что у нас уже не просто некий объект а объект prefab и в этом объекте prefab у нас уже все собрано то что принципе у нас есть и на сцене и здесь теперь эту модель это этот объект не обязательно в основном это какие-то модели достаточно сложные какие-то части сцены мы можем сколько угодно использовать на своей сцене например я хочу поставить вот сюда вот эти вот объекты вот они все вместе и выставляются и так как создавать prefab и как его использовать в принципе уже понятно но что интересного в prefab ах еще что такое prefab нужно понять prefab получается что это некая такая сборочка такой небольшой как бы архивчик для данного объекта у которого все есть допустим дочерние объекты и у этих объектов есть все необходимые компоненты то есть мы такой небольшой архивчик что ли делаем и это файлики у нас сохраняются и файлик если вы обратили внимание вот у нас здесь в строке состоянии указывается где он хранится и это файлик типа prefab такой вот юнитёва условно говоря какой-то архивчик все замечательно что мы можем с ним делать с этим самым prefab смотрите если например мы вот сделали несколько таких объектов расставили потом смотрим что что-то не так нам необходимо их все изменить все подчеркиваю сразу допустим мне не нравится этот синий цвет я хочу его заменить на другой соответственно мне необходимо отредактировать все вот эти вот копии этих объектов но можно поступить проще можно отредактировать prefab и все эти изменения будут применены сразу ко всем объектам но давайте это и сделаем для того чтобы более чисто был эксперимент я сказала что мне не нравится синий цвет я например создам новый материал почему потому что возможно тот материал который я использовала у меня используется где-то еще в других сценах поэтому если я не уверена что этот материал где-то еще не задействован лучше создать новый материал ну и назову его нью и теперь мы здесь выберем какой-нибудь ну к примеру пусть будет желтый для контраста принципе я могу на сцене тоже внести какие-то изменения но смотрите что произошло я изменила цвет только одного кубика а все остальные не изменились для того чтобы изменили все остальные мне необходимо как я уже сказала отредактировать prefab и мы можем это сделать самыми разными способами первый способ прямо на сцене если у нас экземпляр prefab находится мы можем нажать вот на эту стрелочку и мы попадаем соответственно вот в кусок сцены вы видите да то есть это уже не та сцена с которой мы работали недавно ввели относительно недавно такую возможность отдельно редактировать prefab и многих начинающих разработчиков это начинает пугать потому что куда девалась вся моя сцена на самом деле никуда она не пропала мы можем нажать на стрелочку влево и вернуться на свою сцену но давайте вот таким вот способом мы можем редактировать prefab это первый способ ну и соответственно вы понимаете здесь вы можете и менять размеры и материалы все что угодно добавлять необходимые компоненты все что вы хотите делать второй способ мы можем взять просто сам prefab и в панели инспектор тоже нажать на кнопочку open prefab мы попадаем в точно такую же сцену и точно такими же способами все мы можем делать но давайте все-таки перекрасим в желтый цвет все кубики вот я делаю вот так и теперь когда я вернусь на сцену я вижу что все экземпляры этого prefab приобрели соответствующие свойства точно также я могу менять размеры все что угодно еще раз повторю добавлять какие-то новые компоненты и прочее очень часто это делается и очень универсально используется что хорошего в prefab ах еще вы заметили что в принципе если нам какой-то экземпляр менять не надо к примеру все-таки я хочу чтобы у этого кубика был синий цвет соответственно я могу локально изменить и даже я могу на основе вот этого вот объекта вот он у меня модель 2 создать новый prefab он немножко отличается возможно я хочу такие же экземпляры тоже использовать мне ничего не мешает это сделать я его точно так же в папку prefabs затаскиваю и здесь уже единственный момент мы хотим создать новый prefab или вариант prefab до какую-то версию но как правило мы нажимаем original prefab то есть мы хотим сделать чтобы это был новый prefab то есть таким образом получается что уже вот эта модель она на основе совсем другого prefab если мы начнем ее здесь менять давайте допустим не будем менять цвет не буду торопиться а к примеру я хочу изменить размер вот допустим так и теперь когда я вернусь то у меня только у этого у этой модели все изменится естественно если я возьму и поставлю на сцену вот этот вот экземпляр то у меня уже совсем другая картина надеюсь понятно что такое prefab как его можно использовать в рамках одной сцены как мы можем использовать prefab и в рамках других сцен ну давайте вот я сцену сохранила у меня это уже автоматически происходит и нажимаю control s я открою сцену другую на которой мы тоже немножечко остановились вот у нас здесь персонаж гуляет я хочу чтобы он теперь гулял не просто по вот этому вот замечательному ландшафту а чтобы он мог попасть в ту комнату которую я спроектировала в другой сцене соответственно мне вот это вот все нужно собрать правильно мыслите в prefab то есть я беру для удобства создаю например новый пустой объект и все что у меня здесь есть все вот эти вот объекты ну давайте я выделю все смотрите вот я выделю все мне не нужно единственное что direction light но вообще то знаете что я сейчас наведу порядок на самом деле вот эти вот все модели вот эта вот модель мне не нужна я ее удалю а вот эти вот все они у меня относятся к комнате соответственно я их все перетащу в иерархию комнаты room вот теперь все аккуратно и в принципе на самом деле пустой объект location 1 нам не оказался не нужен потому что вот моя комната которую я хочу поместить на ту сцену где у меня ходит персонаж соответственно я создаю prefab вот уже такой большой со всеми под префабами назовем их так и теперь открываю сцену в которую я хочу поместить это все и смотрите мне предлагается сцену сохранить я вроде бы особо ничего не делала хотя на самом деле много чего сделала и у меня здесь уже есть prefab конечно же не забываю сохранить и теперь сюда на эту сцену я могу спокойно перетащить созданную мною локацию ну естественно выставляю так как необходимо и теперь если я запущу сейчас немножечко этой персонажи к приподниму то мы начнем гулять в нашей комнате вот эти кубики но здесь небольшой обзор но тем не менее мы попали туда куда хотели вот они все здесь что это нам дает это нам нам дает то что если вы работаете в команде и например вместе хотите создавать одну локацию но каждый может делать какую-то ее часть например несколько комнат до или каких-то там частей этой самой локации то вы можете разделить полномочия каждый сделает свою часть в отдельной сцене вы таким образом не будете друг другу мешать а потом создадите префабы и соберете это все в одну итоговую сцену это очень удобно и даже не столько удобно сколько правильно потому что многие начинающие разработчики игр которые хотят начинать работать в команде как правило не могут разделить полномочия не знают как сделать так чтобы и друг другу не мешать а работать приходится с одной сценой и вот один из инструментов возможности редактора unity это использование префабов ну давайте еще один префаб создадим например мне нравится вот этот персонаж но я хочу его разместить на ту сцену которую я создавала обратно сделаем мы из него тоже можем сделать префаб сделаю оригинал префаб вернусь на ту сцену которую я создавала до этого сейчас в принципе я не хочу сохранять сцену не хочу чтобы здесь сохранялся этот префаб на этой сцене но префаб в папочке у меня остался вот теперь этого персонажа я оставлю сюда и смотрите что я получаю я получаю возможность гулять со своим персонажем вот здесь единственное что здесь уже нужно настроить немножечко камеру но это уже следующие шаги почему потому что у нашего персонажа нужно посмотреть у него есть прикрепленные скрипты управление и и для того чтобы за ним следила камера нам нужно сделать все то же самое камера у нас здесь статично стоит соответственно нам нужно камеру поставить точно так же как это было на предыдущей сцене но наверняка у многих вопрос все таки как это сделать давайте попробуем посмотреть как это сделано здесь вот наш персонаж вот наша камера и мы видим что у этой камеры есть еще компоненты которых не было у камеры которые на той сцене где у нас прототип наверняка для начинающих это не очень не очень очевидно почему потому что вы еще не все знаете что из себя представляет камера но давайте посмотрим вот у нас компонент трансформен есть у всех объектов компонент камера говорит о том что у нас это действительно камера вот еще какой-то компонент который задает некие дополнительные свойства аудио лисона для того чтобы мы могли слышать звуки и еще прикреплены два скрипта если мы вернемся на сцену с прототипом и посмотрим проанализируем как выглядит камера то здесь у нас всего лишь три компонента стандартные три компонента которые есть всегда когда мы создаем любую сцену это компонент камера компонент аудио лисину и естественно трансформ без которого не обходится ни один из объектов которые находятся на сцене что при этом мы можем делать у нас есть два пути мы можем запомнить какие есть компоненты у камеры вот здесь и все это дело перенести обращаю ваше внимание что у компонентов скриптов demo free и камеры logic free у нас есть еще заданные параметры это тоже очень важно соответственно нам необходимо будет все эти параметры тоже не забыть соответствующим образом проставить второй путь наверняка вам уже понятен мы можем создать на основе этой камеры prefab давайте так и сделаем это проще не надо запоминать какие нужны компоненты а параметры мы расставим вот я создала prefab перехожу на сцену в которой у нас наш прототип эту сцену сохранять не буду не хочу сохранять prefab на сцене и сюда я из папки prefabs затаскиваю вот это вот main camera у нас сейчас две main camera и такого быть не может в принципе поэтому вот эту камеру я удалю у нас осталась одна камера но у нас вы видите что нет заданных параметров но один автоматически включился потому что эта ссылка с камеры сама на себя а вот этот вот параметр не заполнен почему потому что на самом деле это объект за которым камера должна следить поэтому мы берем объект наш это наш персонаж его сюда затащим ну и вот у нас теперь все точно так же как той предыдущей сцене но единственное что нам не может не понравится это вот эти кнопки но это уже нужно залезать скрипты и убирать все что нам кажется лишним мы рассмотрели несколько способов редактирования prefab of но это не все способы напомню что можно редактировать prefab и выбрав их из окна project и нажав на кнопку open prefab можно и вернуться вот так можно прямо из сцены нажать на стрелочку вправо и тоже начать редактировать вот данном случае я вошла внутрь большого prefab а сейчас могу войти внутрь prefab а поменьше и так далее с одной стороны это кажется удобным но с другой стороны если мы хотим увидеть общую картину точнее мы ее хотим видеть все время перед собой и при этом вносить какие-то изменения которые потом коснуться всех остальных экземпляров prefab а ну к примеру я работаю смотрю размещаю объекты и вижу что например все таки вот эти вот два желтых объекта сейчас я пытаюсь их найти вот они модель вот как раз смотрите я сталкиваюсь с проблемой что у меня они названы одинаково модель 3 модель 4 модель 2 модель 1 да и соответственно мне уже сложно сориентироваться вот допустим две эти модели я сейчас их переименую назову модель ну например если это у меня желтый то назову их yellow допустим 1 и модель yellow 2 вот так удобнее скорее всего будет ориентироваться и я хочу внести в них изменения какие-то мне так неудобно я хочу видеть общую картину на сцене например я подбираю размер или угол поворота или что-то еще соответственно я могу в принципе редактировать эту модель прямо на сцене тем более что я могу ее развернуть вот все все элементы здесь у меня есть то есть я имею доступ полностью ко всем дочерним элементам ко всем компонентам которые у меня представлены и в панели инспектор ну и например я хочу вот этот вот куб немножечко например повернуть вот так хочу развернуть и возможно еще вот так какие-то у меня творческие порывы что-то я хочу изменить и вот сейчас я вижу на сцене что меня это более менее устраивает и я хочу применить эти изменения также и ко второму экземпляру при фаба что при этом мне придется делать при этом можно сделать очень просто для того чтобы применить все эти изменения у нас есть необходимый инструмент обновление при фабов прямо на сцене но здесь я вижу одну проблему проблема заключенную в том что данная модель у нас внутри уже другого при фаба поэтому все изменения мы должны производить внутри вот этого главного при фаба все что внутри ром это тоже у нас смотрите иконочка синяя тоже при фаб и поэтому кнопка записи изменений у нас находится вот здесь вот у нас раздел при фаб и можем его открыть выбрать а также перезаписать все изменения мы раз разворачиваем этот список и вот я вижу что были внесены изменения модель yellow 2 причем для одного из его дочерних элементов были изменены значения transform то есть вот я повернула и даже можно сравнить какие произошли изменения какие значения изменились и я могу нажать здесь apply применить изменения и выбрать либо перезаписать изменения для самого при фаба ru или внести изменения в при фаб модель то есть та модель которая у меня была взята за основу для вот этих вот двух экземпляров я выберу второй пункт и вот смотрите второй экземпляр тоже у меня перезаписался теперь если я хочу вот эту вот комнату с внесенными изменениями вот этот вот при фаб чтобы он тоже изменился смотрите если я сейчас в него войду то здесь кубики стоят уже вроде бы как повернутыми да то есть изменения внесены хотя по идее я ну ничего такого не применяла для надежности в принципе у меня больше никаких изменений не было и в общем то ничего особо менять не надо единственное что я вот переместила одну из моделей немножечко подвинула незначительно соответственно я тоже могу все это дело записать но могу нажать apply all и все изменения которые были внесены для данного при фаба который у нас представляет целую практически локацию произошли все сохранено наверное немножко получилось сложновато потому что мы были внутри при фаба но как правило ситуация происходит немного проще например сейчас я вытащу поставлю еще один экземпляр при фаба модельки 2 пока не буду ее вмещать внутрь при фаба а внесу изменения вот здесь примеру перемещу и теперь я могу выбрать этот при фаб выбрать а в райц и apply all и вот смотрите внеслись изменения во все экземпляры так обычно происходит потому что на сцене много при фабов и вложенности не всегда есть это в данном случае у нас так получилось но я думаю что на практике вы разберетесь что и как делать и у вас будет лучше получаться но еще один момент достаточно часто задается такой вопрос хорошо вот у меня есть при фаб а если я хочу чтобы у меня это не было при фабом а хочу чтобы потом что-то было другое мы можем этот при фаб распаковать и вот у нас есть из контекстного меню если нажимаем правую кнопочку мыши два пункта нпак при фаб и нпак при фаб completely то есть я вообще распакую полностью все что внутри но давайте просто нпак при фаб и вот у меня теперь иконочки здесь такой нет то есть у нас этот объект перестал быть при фабом на его основе я могу создать новый но опять же тренируйтесь экспериментируйте я думаю основные моменты уже понятны а все остальное дело практике и так мы научились использовать при фабы с помощью которых мы можем создавать много чего нового редактировать и при этом значительно экономить свои усилия и грамотно распределять ресурсы в команде разработчиков если такая необходимость есть я желаю всем успехов используйте при фабы обращайте внимание на те пакеджи которые выско скачиваете из asset store потому что там тоже если только вы хотите использовать какие-то модели которые уже со всеми материалами и прочими настройками лучше использовать при фабы тогда вам не надо будет самим вручную что-то дополнительно делать но конечно все зависит от многих проектов поэтому изучайте создавайте развивайтесь всем успехов и до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok